Всем привет! Смотрите как восстановить данные с аппаратного RAID созданного на материнской плате ПК. Как заменить диск и что делать если вышла из строя материнская плата компьютера. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Рейд помогает повысить скорость передачи данных и обеспечивает отказоустойчивость, поэтому он широко используется во всем мире. Многие пользователи выбирают рейд для обеспечения безопасности хранения важных данных. Тем не менее, потеря информации с рейд тоже не исключена. Это может случиться из-за различных факторов, таких как сбой питания, внезапное выключение системы, сбой оборудования, ошибки администратора и т.д. Независимо от того, какая причина приводит к потере данных рейд, первый вопрос, который возникает, как восстановить данные с такого массива. Далее мы разберем, что делать, если вышла история материнской платы, на которой был создан рейд. Были выбраны не те диски в процессе настройки создания массива, или он был случайно удален. При выходе из строя одного диска из массива перед загрузкой операционной системы будет отображена информация о состоянии рейд, где вы увидите, что он поврежден. В моем случае это пятый рейд. Чтобы заменить нерабочий накопитель на новый, откройте меню Intel Rapid Storage Technology. Для этого при загрузке нажмите сочетание клавиш Ctrl-I. Здесь вы видите список всех ваших носителей, и по серийному номеру вы сможете определить, какой с диском не работает. Выключите компьютер и отключите этот накопитель. Затем подключите на его место рабочий носитель и запустите ПК. Откройте меню Intel RST, после чего вам будет предложено исправить поврежденный массив. Добавить новый диск для ребилда. Для выбора нужного носителя выделите его и нажмите Enter, после чего статус рейд изменится на ребилд. И внизу будет выведено сообщение о том, что там а со статусом ребилд будут перестроены в операционной системе. Жмем 6 для выхода из загрузки операционной системы. Если вы случайно указали не тот диск для ребилда или исключили накопитель из рейд массива, после загрузки операционной системы диск будет поврежден и вся информация, которая хранилась на нем, станет недоступной. Для того, чтобы достать данные из поврежденного массива, воспользуйтесь утилитой Hetman Raid Recovery. Программа способна восстановить данные с нерабочих рейд массивов или дисков, из которых он состоял. Она вычитает из системы всю информацию о материнской плате, на котором был создан массив дисков, воссоздаст разрушенный рейд и позволит скопировать из него критически важную информацию. Как видите, программа определила параметры поврежденного рейд и автоматически собрала его. Детальная информация о массиве отображается внизу окна. Прежде чем приступать к процессу восстановления, вы должны позаботиться о наличии накопителя с достаточным объемом для восстанавливаемой информации. Кликните по диску правой кнопкой мыши и запустите быстрое сканирование. Утилита нашла и отобразила всю оставшуюся информацию на диске. Отметьте файлы, которые нужно вернуть и нажмите восстановить. Укажите место, куда сохранить данные и нажмите еще раз восстановить. По завершению все файлы будут лежать в указанной папке. Если в результате быстрого сканирования программе не удалось найти нужных файлов, запустите полный анализ. Этот процесс займет больше времени, но позволит найти всю информацию, которая осталась на дисках, в том числе и удаленные файлы. Что делать, если вышла из строя материнская плата? При аппаратном сбое оборудования и выходе из строя материнской платы, подключив накопители к другому ПК, без дополнительного софта для восстановления данных, вам тоже не обойтись. Потому как другая система не сможет определить, что накопители ранее были объединены в RAID массив и в управлении дисками предложат их инициализировать или отформатировать для дальнейшего использования. Ни в коем случае не соглашайтесь, так как это может затереть всю оставшуюся информацию на дисках. Утилита автоматически соберет из накопителей утерянный дисковый массив. Просканируйте диск и восстановите нужные файлы. Hetman Raid Recovery поможет вернуть данные даже в том случае, если вы полностью удалите ваш RAID в меню Intel RST. Как видите, и при таком сценарии программа определила тип разрушенного массива и автоматически собрала его. Достаточно просто просканировать его и вернуть нужную информацию. Если программой каким-то образом не удалось автоматически собрать разрушенный массив, воспользуйтесь RAID конструктором. Здесь нужно оказать всю известную информацию об утерянном дисковом массиве. Тип RAID. Порядок и размер блоков. Количество дисков, из которых он состоял. Выбрать их из списка и указать порядок. Недостающие нужно заполнить пустыми. После ввода всех параметров нажмите добавить. И он сразу же появится в менеджере дисков. Просканируйте и восстановите нужные файлы. Пятый RAID остается работоспособным после выхода из строя одного диска. Если перестали работать два диска, он станет полностью не работоспособным. И достать информацию из такого массива не получится. С помощью Headman RAID Recovery вы сможете восстановить информацию без двух и более дисков. Но часть данных будет повреждена. Любой тип RAID массива подвержен повреждению и может выйти из строя из-за различных факторов. Поэтому важно иметь резервную копию данных, которые на нем хранятся, чтобы файлы можно было восстанавливать, не влияя на рабочий процесс. Программа Headman RAID Recovery оснащена всем необходимым для более простого и удобного восстановления потерянных файлов со сломанных, поврежденных или отформатированных дисковых массивов и поддерживает все самые популярные типы RAID. С ее помощью вы без труда сможете вернуть утерянную информацию. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.